Здравствуйте, ребята! Сегодня урок литературного чтения для вас проведу я, Фёдорова Наталья Алексеевна, учитель средней общеобразовательной школы номер 3 муниципального образования Ясненский городской округ. А начнём наш урок с речевой разминки. Прочитайте медленно скороговорку. Котя, котенька, каток. Котя, крохотный клубок. Колобком катается, крутится, кусается. Прочитайте ещё раз, но с ускорением. Хорошо. И в третий раз, ребята, прочитайте, но только старайтесь читать быстро и без ошибок. Молодцы! Я думаю, что все уже настроились на работу. Давайте вспомним, какой раздел мы изучаем. Правильно, литература зарубежных стран. Вы уже познакомились с народными песенками. Пора поговорить о сказках. Как бы мне хотелось жить в волшебном доме, где хранятся сказки, как стихи в альбоме, где огонь в камине создаёт уют, и на книжной полке чудеса живут, где в старинном кресле, чуть скрипя пером, сочиняет сказки друг мой, Шарль Перо. Я думаю, что имя Шарля Перо вам всем знакомо, так как вы слушали и читали его замечательные сказки. А что вы знаете об этом человеке? Послушайте рассказ. Шарль Перо. Французский писатель. Родился в состоятельной семье адвоката Парижского парламента. Шарль был младшим из пяти братьев. Отец стремился дать сыновьям достойное образование. Шарль получил диплом юриста. Он служил генеральным секретарём, был членом французской академии, занимался разными науками – физикой, анатомией, языкознанием. Однако государственные заслуги Шарля Перо скоро забылись, потому что запомнилось совершенно другое – сказки господина генерального секретаря. Первое издание сборника Шарля Перо «Сказки матушки Гусыни» или «Истории и сказки былых времён с поучениями» вышло в 1697 году. Не обошлось и без загадок. Книга была подписана именем сына Пьер Дарманкор. Ведь тогда считалось, что заниматься столь несерьёзным делом, как сочинение сказок, недостойно государственного человека. Однако уже к третьему изданию авторство книги обнаружилось, и с того времени все знают, что это сказки Шарля Перо. «Мальчик с пальчик», «Золушка», «Красная шапочка», «Синяя борода», «Спящая красавица» и много-много других замечательных сказок. «С одной из них мы и будем знакомиться». А чтобы узнать, что это за сказка, разгадайте загадку. «Его придумал Шарль Перо. Есть шпага, шляпа и усы. На шляпе у него перо, усы невиданной красы. Одет в роскошнейший кафтан, прошёл он тысячи дорог. Да, он известный хитрован и великана слопать смог. Он оказался очень крут. Скажите, как его зовут? Я думаю, все догадались, что это кот в сапогах. Итак, ребята, тема нашего урока «Сказка Шарля Перо. Кот в сапогах». Эту сказку, ребята, найдите в учебнике литературного чтения на страницах 182-193. Или если учебник 2019 года издания, то страницы 134-142. Давайте подумаем, а какие учебные задачи нам предстоит решить на уроке. Ну, во-первых, определить вид сказки. Далее вспомнить сюжет и понять главную идею. А также дать характеристику главным героям. Давайте определим вид сказки. Есть ли у сказки автор или она сочинена народом? Конечно, есть. Шарль Перо. Значит, сказка авторская. К какому виду сказок мы ее отнесем? Бытовая? Волшебная? О животных? Я думаю, все догадались, что это волшебная сказка. А давайте вспомним, без чего не может существовать волшебная сказка. Конечно же, без волшебных превращений, без волшебных предметов или помощников. Посмотрим на признаки волшебной сказки в сказке «Кот в сапогах». Волшебный помощник есть, говорящий кот в сапогах. Волшебное существо – людоед. И волшебные превращения. Людоед превратился во льва и мышь. Значит, это действительно волшебная сказка. Итак, сказка «Шарля Перо. Кот в сапогах» авторская, волшебная. Вы быстро и правильно решили первую учебную задачу. Молодцы, ребята! Сюжет этой сказки был известен уже давно. Подобные истории встречаются в книгах итальянских сказочников. Несомненно, Перо был знаком с этими произведениями, но он берет за основу народную сказку. Мало того, он дает коту шляпу и сапоги. Впервые в литературе появляется персонаж так изысканно одетый. Сапоги и шляпа с пером сразу выделяют его из ряда литературных представителей семейства кошачьих. Сказка была написана очень давно, поэтому в этой сказке много устаревших слов. Давайте попробуем их объяснить. Мельница Это здание с приспособлением для размола зерна. Мельник Владелец мельницы или работник на мельнице. Наследство Имущество, переходящее после смерти его владельца к новому лицу. Нотариус Человек, оформляющий различные документы, в том числе документы на наследство. Муфта Открытый с двух сторон мешочек из меха для согревания рук. Жнецы Те, кто жнет, срезает под корень стебли зерновых. Отруби Продукт, остающийся при помоле, представляющий собой твердую оболочку зерна, отходы производства муки. Зайчья капуста Дикая трава, растущая в лесах и на лугах. Маркиз Дворянский титул Если вам, ребята, встретятся и другие непонятные слова, обязательно обратитесь за помощью к толковому словарю или к взрослым. А теперь, ребята, обратимся непосредственно к сказке. Вспомним, с чего она начинается. Было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота. Братья поделили между собой отцовское добро. Старшему досталась мельница, среднему осел, ну, а уж младшему пришлось взять себе кота. Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства. Кот увидел его горе и говорит спокойно и рассудительно. Не печальтесь, хозяин, дайте ко мне мешок, да закажите пару сапог, и вы сами увидите, что вас не так уж обидели, как это вам сейчас кажется. Хозяину некуда было деваться, выполнил он просьбу кота. Едва только кот получил все, что ему было надобно, он живо обулся, перекинул через плечо мешок и зашагал в заповедный лес, где водилось множество кроликов, а в мешке у него была морковка и заячья капуста. А дальше кот, используя свою хитрость, поймал кролика. Недолго думая, кот взял мешок и гордый своей добычей отправился прямо во дворец к королю. Его проводили в королевские покои, кот отвесил его величеству почтительный поклон и сказал, «Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса». Такое имя выдумал он для своего хозяина. «Мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок». «Поблагодари своего господина», ответил король, «и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие». Так прошло два или три месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином, маркизом де Карабасом. И вот как-то раз кот узнал, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по берегу реки. «Согласны вы послушаться моего совета?» спросил он своего хозяина. «В таком случае счастье у нас в руках. Все, что от вас требуется, это пойти купаться на реку, туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне». Маркиз де Карабас послушно исполнил все, то, что посоветовал ему кот. В то время, как он купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех ног бросился и закричал, что было мочи. «Сюда, сюда, помогите, маркиз де Карабас тонет!» Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал своих слуг выручать маркиза де Карабаса. Король был с ним очень ласков и пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке. Кот был в восторге и побежал впереди кареты. По пути он встретил крестьян, косивших траву, жнецов, работающих в поле. Напугав их, он сказал, чтобы при встрече с королем они говорили, что все эти владения принадлежат маркизу де Карабасу. И, наконец, кот прибежал к воротам замка, где жил великан-людоед. Кот заранее узнал, в чем сила людоеда. Хитростью он заставил сначала превратиться в великанного льва. «А еще меня уверяли, сказал кот, что вы будто бы умеете превращаться даже в самых мелких животных, ну, например, сделаться крысой или даже мышкой. Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным». «Ах, вот как, невозможным!» переспросил великан. «А ну-ка, погляди!» И в то же мгновение превратился в мышь. Мышка проворно забегала по полу, но кот погнался за ней и разом проглотил. Тем временем король, проезжая мимо, заметил прекрасный замок и пожелал войти. Кот услыхал, как гремят на подъемном мосту колеса королевской кареты и, выбежав навстречу, сказал королю, «Добро пожаловать в замок Маркиза де Карабаса, ваше величество! Милости просим!» Король был очарован владениями господина Маркиза де Карабаса почти так же, как его дочка, которая была от Маркиза просто без ума. «Если хотите стать моим зятем, господин Маркиз, это зависит только от вас, а я согласен». Маркиз с почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. А кот стал знатным вельможей и с тех пор охотился на мышей только изредка для собственного удовольствия. Вот так заканчивается эта сказка. Так какова же главная мысль сказки? Главная мысль, ребята, заключается в том, что нематериальные ценности составляют наше главное богатство, а ум и смекалка. Перейдем к третьей учебной задаче. Давайте попробуем дать характеристику главным героям сказки. В сказке главных героев два. Это сам кот и его хозяин, известный как сын Мельника или Маркиз Карабас. Каким вы увидели сына Мельника? Это добродушный простак, который готов был опустить руки при малейшей неудаче. Он целиком и полностью зависит от проделок своего умного кота. Завладев таким незавидным наследством, бедняга очень переживает о своей дальнейшей судьбе. Но кот присвоил ему имя Маркиз Де Карабас и, положившись на своего изворотливого кота, в скором времени он разбогател. А каким вам представляется кот? Он очень хитрый и умный, показывает, что любую ситуацию можно обернуть себе на пользу. Он берется обеспечить будущее Маркиза Де Карабаса и, следовательно, свое собственное. Кот ловкий и изобретательный, путем различных выдумок при помощи листья и хитрости обманывает и короля, и людоеда, и делает Маркиза мужем королевской дочки, владеющего огромным богатством. Обратимся к пословицам, ребята. Где силой не возьмешь, там хитрость поможет. Хитрый всегда лазейку найдет. Эти пословицы очень метко характеризуют главного героя кота. Итак, давайте подведем итог. Мы сегодня с вами познакомились со сказкой Шарля Перо «Кот в сапогах». Чему же учит нас эта сказка? А учит она нас не унывать, если даже кажется, что что-то идет не так. Учит верить в собственные силы, проявлять смекалку, учит быть храбрым. Домашнее задание, ребята. Перечитайте эту сказку и ответьте на вопросы. Спасибо вам за работу.